Приветствую, уважаемые! Буквально недавно, 6 июля, Samsung начал официальной продажи в России гибрида фотоаппарата и мобильника, называемого Galaxy S4 Zoom. Насколько эта игрушка удобна и действительно ли ее стоит брать, давайте разберемся. Ну и прежде чем говорить про само устройство, хочу пару слов сказать о коробке. Samsung в последнее время избрал курс на экологичность и начал делать всю свою упаковку вот в таком деревянном стиле. Она состоит из переработанной бумаги и, соответственно, снова может быть пущена в дело. С одной стороны, может действительно корейцы заботятся об окружающей среде, может быть они пытаются таким образом набрать дополнительные очки к имиджу своему, но факт есть факт. Упаковка узнаваема, довольно необычна. Это тоже своего рода часть фирменного стиля. Комплект устройства совершенно стандартен. Это зарядник USB-шный, самсунговский, выдает 1 А на выходе. Кабель microUSB белого цвета, стандартный, опять же, для Самсунга. Стандартная же гарнитура, это вакуумные затычки плюс пультик с тремя кнопками. Набор затычек для ушей под разные размеры. И, кроме всех бумажек, краткое справочное руководство. Интересно тем, что здесь перечислены куча различных режимов съемки камеры и описание, для чего они нужны. Советую прочитать, очень полезно. Давайте теперь посмотрим на устройство поподробнее. Спереди, ну или сзади, я даже не знаю, как правильно считать эту сторону, устройство полностью соответствует понятию цифромыльница. Объектив в сложенном состоянии, решеточка динамика, маленькая лампочка подсветки автофокуса, вспышка, выступ под руку. Далее, сбоку объектива есть кольцо, оно довольно туго ходит, но при этом не очень напрягает руки. То есть, вы можете вполне спокойно его покрутить, но случайно оно не покрутится от легкого касания пальцем. И еще один интересный момент. Сверху здесь вот находится стекло. Оно защищает с одной стороны от случайного касания шторок, хотя по идее шторки и защищают от этого самого случайного касания. И второй момент, как мне кажется основной, это профилактика попадания пыли в объектив. Ну, открыли шторки, закрыли шторки, открыли шторки, закрыли шторки, и в щели между линзой и самой трубкой вот этой вот объективной попадают мелкие частицы. Чтобы внутри они не седали, сделали вот такую дополнительную защиту. Я не знаю, честно говоря, хорошо это или плохо, но такое решение вижу в первый раз. Давайте посмотрим на торцы. Сверху кнопка спуска, совершенно точно классическая для омыльницы. Кнопка регулировки громкости, кнопка включения-выключения питания, она же кнопка блокировки. Сбоку условно, или сверху по смартфонному, разъем 3,5. Маленький микрофон, он же условно верхний для шумоподавления. Инфракрасный порт снизу. Вот здесь вот под заглушкой находится резьба для установки на штатив, отсек для установки микро-SD карты, маленькие две дырочки для ремешка. Сбоку, условно, снизу у нас разъем микро-USB, основной микрофон. И вот такой вот отсек. В отсеке находится аккумулятор и разъем под микросим-карту. Сзади же это совершенно классический самсунговский смартфон. Решеточка голосового динамика, сенсоры приближения освещенности, передняя камера, кнопка домой. Рядом, не видные на данный момент, располагаются кнопки назад и меню. Все как всегда. Давайте теперь посмотрим на скорость работы зума. Нажали, отреагировало, оп, вылезли. Давайте теперь попробуем приблизить. Вот это вот максимальная длина и максимальное увеличение 10 крат. Максимальное уменьшение. Нажали кнопочку домой. Все, убралось. Довольно быстро, как вы видите. Экранчик у нас здесь стоит разрешением 960 на 540 и диагональю 4,3 дюйма. Сделан по технологии Super AMOLED и при этом не имеет пентайла, что, в общем, для некоторых очень и очень хорошо. Естественно, я не буду говорить про максимальные углы, потому что технология позволяет. И сейчас я вам покажу, как он выглядит на солнышке. С солнцем все просто. Это органика, напомню, а потому под прямым солнечным светом у вас не получится прочитать комфортно какую-то информацию. Придется или ручонкой заслонять экран, или отворачиваться от солнца, или искать темный подворотник, чтобы наконец-то написать кому-нибудь письмо. В остальном же я не могу сказать, что здесь очень маленький запас яркости, но его периодически, опять же, на ярком солнце не хватает. Интерфейс. Напомню, что устройство называется у нас Galaxy S4 Zoom, а потому оно ничем не отличается от старшего собрата. Все ровно так же. Работает очень плавный интерфейсик, я не могу к нему никак придраться. Все нравится, все хорошо, все отлично. Вот, пожалуйста, давайте виджеты посмотрим. Все здорово, на самом деле, несмотря на то, что внутри у нас стоит всего лишь двухъядерный процессор на полтора гигагерца каждое ядро. Однако, все замечательно. В обычной жизни, несмотря на достаточное количество различных программ и активных использований почти в параллель, я не мог добиться от него каких-то явных глюков, там, торможений и проблем. Все здесь очень хорошо. Меня, честно говоря, это даже удивило. Ну что же, давайте теперь пройдемся по синтетике. Квадрант нам показал 4609 баллов, и мы не смогли обогнать One X. Antutu показал 10306 баллов, VLama нам показал 506 баллов. Мы вполне спокойно обошли Samsung Galaxy Note первой версии, у которого 433 балла, но, естественно, не смогли обороть Galaxy S3. Там все-таки четыре ядра. NanoMark II показал нам практически 60 кадров в секунду и указал, что внутри у нас стоит Mali 400 MP. Такая высокая цифра вполне объяснима. Все-таки экран здесь не в Full HD разрешении, а мощи вполне достаточно. Хороший показатель, хорошее решение. Давайте посмотрим на любимый Epic Citadel. Все довольно плавненько, никаких проблем нету, никаких зависаний. Средняя цифра в тесте 56,7 кадров в секунду. Давайте теперь посмотрим на Real Racing 3. Все отлично, играть можно с удовольствием, тормозов никаких нет, все идет просто идеально. Опять же, благодаря связке, процессор плюс экран. Все здорово. Ну что же, давайте теперь поговорим про самое основное, что есть в данном аппарате, это камера. Маленькая ремарка. Вы не сможете запустить камеру при заблокированном экране. Да, даже если вы будете удерживать кнопку спуск, то все равно ничего не получится. Вам придется снять блокировку так или иначе. Скорее всего, это происходит именно потому, что устройство себя считает смартфоном, а никак не фотокамерой, и не дает вам ничего делать, а то вдруг вы случайно на что-то там нажали. Если вы снимете блокировку, конечно же, все запустится, даже если вы находитесь в какой-то программе. Тут уже проблем никаких. Можно, кстати, включить в настройках небольшую такую опцию, которая позволяет вам сразу запускать камеру при разблокировке устройства. Но это уже немножко другое неудобство. Вдруг вам просто надо там кому-то позвонить, а у вас тут же вылез этот хобот. Тоже особенность. То, что вы сейчас на экране видите, это меню быстрого доступа. Оно открывается, как только вы повернете вот это вот колесико зума. Удобно то, что вы можете как кольцом зума управлять, перемещением по пунктам меню, так и пальцем. Эти вот эти пункты, их 5 штук плюс автоматически, они настраиваются. Автомат всегда присутствует, естественно. Остальное можно настроить в параметрах Favorites. Когда вы выбрали желаемый вариант, просто нажимаете повторно на него, и камера включается. Интерфейс очень сильно напоминает таковой у Galaxy Camera, однако есть и свои особенности. Во-первых, появилась кнопка смены камеры, то есть фронтальная или основная. Во-вторых, кнопки программные зума, то есть вы можете использовать как наэкранное решение, так и крутить колесико вокруг объектива, кому как удобнее. Предпросмотр сделанных фотографий, активный на данный момент режим съемки, то, что у нас осталось от аккумулятора, фото и видеосъемка. То есть вы можете, опять же, или тыркать пальцем в экран, или нажимать на физическую кнопку, как вам удобнее. Кнопка смены режима съемки. Под маленькой стрелочкой скрываются различные настройки типа голосового управления, геотегов или режима вспышки. Ну и, конечно же, доступ к основным настройкам. Здесь все, в принципе, стандартно, за исключением пары вещей. Это указание скорости мультидвижения, то есть видеосъемки замедленной. И довольно забавной штуки, называемый звук. Вы можете включить бесшумный зум, то есть камера при съемке пытается убрать вот это вот жужжание моторчика, когда вы зуммируете. Довольно необычная штука. Ну и, конечно, если вы снимаете рок-концерт, то вам это просто не нужно. В остальном все стандартно. По нажатию на нижнюю стрелочку вы открываете меню различных эффектов. Здесь все просто, без эффектов, сглаживания, сепи, винтаж и так далее. То есть совершенно обыкновенные фильтры, которые есть везде и всюду. Давайте посмотрим на режимы, там интереснее. Авторежим. Все логично, все понятно, камера сама знает, что нужно ей делать. Смарт-режимы. То есть вы можете выбрать наиболее эффективный на данный момент какой-то режим съемки. Сейчас мы по ним пройдемся поподробнее. Далее. Ручной режим. Здесь стандартно все. Приоритет выдержки, диафрагмы и полностью ручная съемка. Ну и, конечно же, избранная. То как раз, что появляется в менюшке быстрого доступа, которое я вам показывал ранее. Можно нажать кнопку правка и настроить по выбору. Всего пять вариантов доступно. Можно выбрать и смарт-режимы, и ручные. Нажимаем готово и идем назад. Давайте теперь посмотрим поподробнее на эти все спецрежимы. Во-первых, появилась новая штучка, называется предложение лучшего режима. Вот это. То есть вы нажимаете на нее, и камера выбирает из смарт-режимов, наиболее подходящий к данной ситуации. Некий супер авторежим. Ретушь. Ретушь предназначена для съемки портретов и позволяет получить очень гладкую, такую матовую кожу на выходе. Некий встроенный фотошоп. Лучшие фото. Здесь все просто. Делайте серию кадров и выбирайте наиболее удачные. Непрерывная фотосъемка. Это делается просто серия кадров, без выбора потом удачных, сами как-нибудь с компьютера. Лучший кадр. Делайте серию кадров группой людей, и потом для каждого человека выбирайте лучшее положение его головы. Удобно. Снимок детей. Тоже новая фишка появилась. Это, по сути, обычная фотосъемка, но с одной особенностью. Камера издает некий звук, ребенок поворачивается на камеру, заинтересованный, все, у вас получается нормальный портрет. Пейзаж, рассвет и снег. Это три режима, у которых есть свои особенности по цвету. Где-то, вот, например, в снеге у нас выделяется больше синий и белый, в рассвете какие-то более теплые тона, в пейзаже, соответственно, синий и зелененькие. Макросъемки все понятно. Еда для настоящих хипстеров и настоящих маньяков инстаграма. Помещение. Чуть-чуть увеличивается выдержка, и с руки, в принципе, можно снять неплохие кадры. Стоп-кадр, соответственно, у нас резко уменьшается выдержка. Насыщенные цвета. Вариант HDR. Панорама. Говорить не о чем. Водопад. Увеличивается сильно выдержка. Анимированные. Анимированный кадр. Это когда вы снимаете некое видео, а потом, возя пальцем по экрану, вы замораживаете, условно говоря, некие объекты. То есть вы ставите некие стоп-кадры с помощью маски. Все, больше она ничего не делает. Получается не очень интересно. Конечно, приложения для создания анимированных гифов со стороны бывают более качественными. Фотодвижение. Делает серию кадров, а потом всклеивает на одном кадре несколько фаз движения. Иногда получается довольно занятно. Ластик. Опять же, делает 2-3 кадра, и вы можете удалить с фона какого-то, например, идущего человека. Опять же, анализирует и по разнице удаляет. Фото со звуком. Анонсировано в Galaxy S4, то есть вы снимаете кадр статичный совершенно и записываете несколько секунд окружающего звука, который позволит вам потом при просмотре и прослушивании окунуться больше в эту атмосферу. Силуэт. Более контрастное изображение. Тут все понятно, можно получить и руками. Закат. Ночь. Это когда еще больше увеличивается выдержка. Фейерверки. Ну и дорожки света. Ну и дорожки света. Все это уже было. По сути, можно то же самое получить и руками. Но здесь уже за вас все продумали. Вы просто нажимаете на кнопочку и получаете нужный результат. Давайте теперь посмотрим на примеры кадров. . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну и по традиции, прежде чем сделать выводы, пару слов скажу про аккумулятор. 2330 мАч именно такая заявленная его емкость, и хватит вам его до вечера. Если вы используете его как обычный мобильный аппарат, включая съемку, включая проверку почты, включая проверку ВКонтактики и так далее и тому подобное, то к вечеру останется процентов 15-20. Если вы будете очень сильно его мучить, конечно же, можете посадить пораньше, но это везде так и происходит. То есть, если говорить в целом, то по рынку он даже работает чуть дольше, чем средний современный флагман. Выводы. Здесь все неоднозначно. Когда в первый раз я взял его в руки, я подумал, боже, какой-то странный аппарат, наверное, какая-то очередная копия Galaxy камеры, наверное, я им пользоваться не буду, он мне не понравится. Но, когда я им стал пользоваться активно, как основным аппаратом, я понял, что это практически идеальный для меня смартфон. Объясню почему. Да, с одной стороны, он выглядит специфично, да, люди оборачиваются, когда вы звоните по фотоаппарату на улице, но, с другой стороны, вы имеете десятикратный зум, который очень неплохие кадры делает и которыми никогда не сделаете с помощью обычного мобильника. Во-вторых, он работает очень хорошо. У него не было ни разу ни глюков, ни перезагрузок. Как ни странно, Samsung смогли вылизать свое ПО. Оно работает идеально в моем случае. Хотите верьте, хотите нет, сам был очень удивлен этому факту. В-третьих, он хоть и толстенький, но довольно компактный. То есть, в стандартные джинсы, если вы, конечно, не представитель различных метросексуальных направлений, и у вас джинсы в облипочку нормальные мужские джинсы, он влезает в карман и не создает каких-то промех и проблем. Все остальное я даже не знаю. Если вам действительно хочется аппарат с хорошим зумом и хорошей камерой, то, в принципе, идите и покупайте. Особенно, если цена снизится на пару-тройку тысяч, это будет отличнейшее решение для вас. Если вам не нужен зум, то, конечно же, на этот аппарат смотреть не стоит. Но я очень и очень доволен им. Я, честно говоря, могу сказать, Samsung, вы молодцы в этот раз. Все, на сегодня все. Я прощаюсь ненадолго, всего лишь на пару дней, потому что скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...